Доброе утро! Продолжает вещание. И я с большим удовольствием приветствую всех зрителей. Давайте узнаем о погоде на сегодня. В Корчаево-Черкесии облачно, местами снег, а где-то и мокрый. В отдельных районах сильный. Ветер в северной части 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 2, минус 7. В горах местами минус 8, минус 13. Днем минус 3, плюс 2. В горах местами минус 3, минус 8 градусов. На дорогах, возможно, гололедица. В Черкесске облачно, мокрый снег. Ветер в северной части 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 2, минус 4. Днем минус 1, плюс 1 градусов. На дорогах гололедица. На сегодняшний день немало представительниц слабого пола служат нашей Родины. Многие из них в полиции. И одна из этих прекрасных женщин сегодня в гости нашей программы. Это старший сержант полиции Татьяна Тенищева. И в эти минуты в нашей студии она расскажет моей соведущей Белле Джозаевой о том, почему она связала свою жизнь с профессией полицейского. И как ей удается совмещать свою нелегкую работу с семейными заботами. И что является основой ее работы. Доброе утро всем. Доброе утро, Танечка. Благодарю тебя за то, что ты нашла время и пришла сегодня к нам в гости. Я уже несколько раз вот так говорю по утрам. Месяц март – это март женщин. А женщина в форме – это тоже особенная женщина. Скажи, пожалуйста, почему ты свою жизнь связала с профессией полицейского? С чем это было связано? Ну, полицейский я сравнительно недавно. Всего 10 лет. И кто бы сказал, я бы, может быть, даже и не поверила. Дело в том, что благодаря одному счастливому случаю я познакомилась со своим мужем. Он тоже сотрудник. И именно в тот день он был на службе. И тогда мне показалось это так романтично. Белая рубашка, форма, оружие. И мне захотелось так же. Но глупо, конечно, думать, что работа в полиции – это только удостоверение, табельное оружие. Форма. Да, или какие-то там полномочия. Эта работа дает внутренний стержень человеку, тренирует силу воли. И на тот момент мне это было необходимо, и я сделала свой выбор. Ну, вот ты говоришь о том, что у тебя муж полицейский. Но это не отменяет того, что ты приходишь с работы, занимаешься домашними делами, домашним хозяйством. Как все успеваешь? Как это происходит? И говорите ли вы дома о своей работе, нелегкой работе? Ну, я работаю согласно графику несения службы. И на данный момент он довольно-таки комфортный. Но так, конечно, бывает не всегда. И в это время, конечно, все домашние дела сводятся к минимуму. Это непросто. Но, скажем так, непросто это любому родителю, который совмещает и работу, и семью. И дни же тоже бывают нелегкие в вашей профессии? Вот, конечно, бывают. Но мне очень помогает муж. Поэтому справляемся. Потому что вы в одной сфере? В одной сфере? И понимает человек. Я не думаю, мы, допустим, практически не говорим о работе. Зачем? У нас есть темы для разговоров абсолютно другие. Поэтому как бы все получается. Вот если бы сейчас время повернуть назад, да? Если выбирать другую профессию, гражданскую профессию. Какую профессию бы ты выбрала? И вообще кем ты хотела быть в детстве? Ты же сказала, это произошло случайно. В детстве, ну, все, так сказать, планы, кем ты хочешь стать в жизни, формируются в детстве. Но я в детстве хотела стать детективом. И носить, знаете, такой широкий бежевый плащ, как Коломбо. Вот. И как бы... Почти рядом? Ну, в принципе, да. И сейчас... Ну, я считаю, что если ты выбрал работу, нужно быть преданным ей до конца. И вряд ли я поменяю работу. Ну, если даже это случится, я пойду в детективы. Ну, ты не жалеешь, да? Конечно, нет. Помимо вот этой работы, помимо того, что загружено на работе, домашние дела, какие-то увлечения есть у тебя в жизни? Есть. Я в детстве, в подростковом возрасте очень любила читать. И сейчас, если есть возможность, я перечитываю свои любимые книги. Угу. Вот. Ну, иногда рукоделие это помогает успокаиваться. Угу. Скажи, пожалуйста, вот что самое главное в вашей работе? Ну, наверное, дисциплинированность, крепкие нервы. Иногда даже хорошая память и чувство юмора. Ты бы хотела, чтобы ваши дети продолжили вашу династию? Выбор профессии? Ну, я считаю, что это очень важный вопрос. Я хочу, чтобы мой ребенок был счастлив. Я дам ей раскрыться, дам ее талантам проявить себя. Но выбирать профессию она будет сама. Но сейчас она хочет быть как мама. Как человек, который служит Родине сейчас, что бы ты хотела пожелать всем, кто нас смотрит? И какую основную цель, как сотрудник полиции, ты видишь? Пожелать хотелось бы, конечно, взаимопонимания в семье. В это нелегкое время пожелать крепкого здоровья и, естественно, мира. Как работник полиции мне бы хотелось, чтобы было больше справедливости и порядка. Ну что ж, Татьяна, я благодарю тебя за участие в нашей программе. Я поздравляю тебя с прошедшими женскими праздниками, с весной. И благодарю, что была участницей нашей программы. Спасибо. Взаимно. Сегодня в России отмечают День архивов. Выбранная тата связана с событием, произошедшим 10 марта 1720 года. В этот день Петром I был подписан первый в России государственный акт, генеральный регламент или устав. Он определил основы организации государственного управления в стране и ввел во всех государственных органов власти архивы и государственную должность архивариуса. Алихан Лепшоков продолжит. Именно 10 марта 1720 году, благодаря реформам императора I, началась деятельность Государственной архивной службы России. Открывая отчетное мероприятие, начальник управления по делам архивов Карачаева-Черкесии Эльмира Хубиева отметила, что все показатели, которые были запланированы в прошлом году, выполнены в полном объеме. Также она подробно рассказала о проводимых работах по внутренним и выездным проверкам. Тут хотелось бы отметить не только наши показатели, которые по нормативам должны утверждаться каждым годом. Где-то перевыполнены планы, где-то еще доработать надо. Архивная служба, руководствуясь федеральным законодательством, местным законодательством, в частности, я за управление говорю, были проведены ряд проверок районных отделов, также и структурных подразделений. Почетными правительственными грамотами были отмечены сотрудники Государственного архива Карачаева-Черкесии. Заместитель председателя правительства республики Джанибек Суинов поздравил всех архивариусов региона с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что сотрудники Госархива являются охранителями истории и сохраняют необходимую информацию для граждан. Огромное спасибо за ваш повседневный труд в тиши кабинетов, где вы на долгие годы оставляете, сохраняете историю нашей республики, персональные наши дела жителей республики, многие факты. Сохранить документальную историко-культурную информацию – это и есть основные задачи архивной службы. Сегодня в Управление по делам архивов Карачаева-Черкесии обращаются многие, чтобы получить необходимый документ или же получить историческую информацию о своих родственниках. Архивариус очень внимательно относится к изучению и сохранению бесценной информации, которая является богатым наследием общества. Прежде всего хочу всех поздравить. Это на самом деле очень важный и знаменательный день для всех нас. Это показывает то, что наша деятельность важна государству. Именно хочу подчеркнуть, в этом году исполняется ровно 300 лет. В 1720 году Петр I император впервые ввел вот это понятие архив в российскую действительность. Завершилось заседание коллеги обсуждением итогов деятельности управления архивом и задач на 2020 год. Алихан Эпшоков, Расул Бердиев, Вести, Карачаева, Черкесия. Об этих удивительных животных мы узнаем с детства. Они снимаются в кино, участвуют в соревнованиях, покоряют горы и остаются верными друзьями человека. Но это еще не все. В горной мотострелковой бригаде лошади несут настоящую военную службу. С подробностями Али Баташев. На протяжении многих тысяч лет эти благородные животные служили человеку. И пахарем, и бойцом, и верным другом. Несмотря на достижения научно-технического прогресса, лошади незаменимы не только в конном туризме или спорте, но и в военном деле. Грациозные, умные и преданные, они тоже несут военную службу. Пород лошадей много и все они прекрасны. Но для боевых задач наиболее подходят две. Карачаевская и монгольская. Говорят в части. 200 килограмм груза за один раз на лошадь может унести. Карачаевская лошадь незаменима для текор. Самая лучшая лошадь, которая покоряет рельеф этой местности. И так еще есть у нас монгольские лошади. Они так в степях очень хорошо ходят. По мере задач мы берем то монгольских или карачаевских лошадей. Это навесная переправа. Задача небольшого подразделения с помощью двух веревок переправиться на другой берег реки. Отличная проверка навыков альпинизма, взаимопомощи и взаимовыручки. В одной команде бойцы и их верные четвероногие друзья. У каждого своя задача, от выполнения которой зависит успешный результат операции. Доставка боеприпасов, вооружение в назначенный район, назначенное место. Основная у нас задача такая, доставлять груз туда, где техника не пройдет, где только лошадь проедет. Любые, любые можно, вещевое имущество, продовольственное. Все, что можно уместить на лошадь в пределах 100 килограмм, 100-120 килограмм лошадь перевозит легко. А какую породу в основном вы берете? Вот для таких именно задач сложных, это карачаевская порода, они как бы выращены здесь, это именно для них. Вслед за бойцами на другой берег реки уверенно переходят и лошади, доставляя ящики с боеприпасами и необходимым снаряжением. Учения прошли успешно, люди отправляются в часть, а лошади в конюшню. Ильдар Минибаев служит в этой военной части ветеринаром уже седьмой год. Он осматривает лошадей и оказывает им необходимую медицинскую помощь. Слушаем, легкие прослушиваются. И как часто проводится эта процедура? Ну, по мере, если видим, что с конем что-то не так, поведение, отказ от корма, сразу на прием и начинаем полное обследование. А какова наиболее распространенная причина заболевания? Ну, самый распространенный у нас в основном травматизм, так как они подковываются у нас. И сами себя бывает цепляют подковой, ранят чуть ногу, мелкие порезы, ушибы, ссадины. Ну, иногда бывает простудное что-то там, воспаление, братхиты в основном такое. Лечим, успеваем, все. А в случае, если потребуется какое-то оперативное вмешательство, как вы действуете? Ну, смотря какое оперативное вмешательство. Если мелкое оперативное вмешательство, мы легко это сможем сразу сделать. Если что-то более серьезное, но у нас такого пока еще не было, чтобы мы не справились. А зашить рану, обработать мы всегда сможем сделать. Вы без работы не остаетесь? Пока нет. Практически постоянно что-то какое-то мелкое где-то. А в чем у вас особенности работы ветеринара именно с таким контингентом? Все-таки лошади, с ними нужно как-то по-особенному общаться, да? Да не знаю, я как бы давно уже с этим связан. Я срочную службу служил ветеринаром в кавалерийском полку, поэтому для меня это не новое уже. Я как бы своей стихией нахожусь. Своей стихией. А чем вам нравится вот лошадиная стихия эта? Ты даже не знаешь. Да все нравится. Лошадь это же вообще умное животное. Самое наилнейшее, наверное, животное считается. Она все понимает. И, например, просто кого-то может быть она испугается, а когда я подхожу, она уже понимает, что я подошел не просто так, а сделать добро для нее, помочь чем-то, когда она болеет реально. Для больных лошадей на территории части имеется изолятор. Позавчера лошадь, немножко видно было какое-то недомогание у нее, плохо кушала, послушали, да, есть какое-то воспаление в легких, ну не в легких, а в бронхах, скорее бронхит. Поставили в теплое помещение, проколим антибиотики, лечим, как положено лечить. Как ее зовут? Это Садок. А вы каждую из 80 по имени знаете? Ну, стараюсь, стараюсь. Бывает, да, бывает сдалека, можно еще как-то, но когда вблизи подходишь, уже знаешь ее. Потому что они практически все прошли когда-то через меня, через мое лечение. Умелый и правильный уход позволяет лошадям находиться в полной боевой готовности. Здесь вовремя подкуют, почистят и покормят. Осуществляют уход только военнослужащие. Срочник Ролис Кедрасов прибыл из республики Башкортостан. У дяди была своя ферма, с детства ходил к нему. Не пришлось долго привыкать. А вот что самое главное, вот таким, как мы, которые с лошадями особо не общались, чтобы добиться с ними этого, найти общий язык с ними? Главное не бояться их. Не показывай, что ты боишься. Быть спокойным. Рядом у нас спортивная школа была, до армии еще, там с детства шести лет занимался, в армию попал тоже к лошадям. Не знаю, для меня они верные друзья. Как вы их можете охарактеризовать? Вот у них есть какие-то черты характера у каждого? Какие-то свои особенности? Есть у каждой лошади свой характер. Есть покойные, есть с норовом лошадь. Ну, каждая по-своему. Как и люди все разные, так и лошади. Лошадиные силы – это не только показатель мощности мотора автотранспорта, но и часть вооруженных сил нашей страны. Несмотря на высокие технологии и прекрасную боевую технику, в условиях горной местности они по-прежнему незаменимы, говорят военнослужащие. Али Баташев, Мухаммед Ошибоков, Максим Долгов. Вести Карачаева, Черкесия. Зеленчукский район. Студенческое научное сообщество «Кочевую» имени Умара Алиева – это прекрасная площадка для развития науки в среде молодежи. Гость нашей программы – председатель студенческого научного общества Рамиль Темирджанов. Занимается наукой вот уже 4 года. Он является призером и участником различных всероссийских научных форумов и конкурсов. С молодым ученым побеседовал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Доброе утро, дорогие телезрители. У нас сегодня в гостях председатель студенческого научного общества, участник всероссийских международных научных проектов Рамиль Темирджанов. Доброе утро, Рамиль. Расскажи нам, пожалуйста, в каких ты конкурсах принял участие и как оказалось так, что ты уже 4 года занимаешься наукой? Доброе утро. Наукой я начал заниматься еще с первого курса вместе с моим научным руководителем. Я принимал участие в различных международных и всероссийских научных конкурсах, таких как студент года в номинации «Интеллект года». Я занимаюсь геологией морфологической и ландшафтной оценкой территории Большого Коказа с применением геоинформационных систем для охраны и мониторинга окружающей среды. Рамиль, расскажи нам, пожалуйста, насколько я знаю, ты стал финалистом такого конкурса, как «Интеллект года». Студент года «Интеллект года». Что за конкурс и как получилось так, что ты вышел в финал и даже стал, можно сказать, четвертым студентом, лучшим студентом? Всероссийский конкурс «Студент года» проходил в онлайн-формате. В номинации «Интеллект года» я вышел в финал. Были различные задания, такие как самопрезентация или командные задания научно-исследовательской деятельности. Задания были различными, командными и индивидуальными. Индивидуальным относились такие задания, как самопрезентация, и вместе нас разделили на команду уже, распределили какие-то задания. Хотелось бы узнать о твоей научной деятельности. С чем она отображается? Насколько я знаю, естественный географический факультет, он своеобразный. Есть своя изюминка в работе. Экология, природа. Что из себя представляют все твои научные работы? Об этом нам расскажи, пожалуйста. В конце 20 века человечество осознало необходимость сохранения естественной природной среды, что в свою очередь требует знаний и учета множества разнообразных факторов. Грамотная природа пользования зависит от того, насколько человек воспринимает и учитывает то экологические идеи в той местности, где непосредственно проживает. В своей работе мы используем программу «Аргиз» для мониторинга окружающей среды, ландшафтов и антропогенного воздействия на территории Карачаево-Черкесской республики. Рамиль, я знаю, что ты уже 4 года занимаешься наукой. Собираешься ли ты связать свою жизнь с этой отраслью науки, естественно, географической? Ну, сложно сказать, что будет в будущем, например, через 10 лет. Но свои жизненные позиции я менять не собираюсь. Они заключаются не только в достижении каких-то высотно-научно-исследовательских деятельностей, но и в политических. В дальнейшем на мониторинги я собираюсь поступить по направлению обеспечения национальной безопасности. И через 10 лет, наверное, вижу себя руководителем в частной компании, таких как «Экокавказ» или частная космическая компания. Ну, очень даже впечатляет, Рамиль. Спасибо тебе за плодотворную беседу. Желаю тебе успехов в твоей научной деятельности. А я рада была встретиться с вами, нашими телезрителями. Желаю вам только добрых вестей и положительных эмоций. В 14.30 вместе с Аллой Динаевой смотрите «Вести». Хорошего дня. До завтра на канале «Россия-1».